Все равно, как хочешь. Солнце село. Так, я жду пока запись. Все, началась. Поехали. Ой, Господи, что я все закрыл? Демонстрация экрана. Начать демонстрацию. Надеюсь, друзья, вам видно. Те, кто смотрит, если не видно, пожалуйста, маякните. Если видно, можете не маяковать. Мы прошли с вами за полтора часа пять пунктов целые. Это неплохо. Мы прогрессируем. Да, мы прогрессируем, прогрессируем и не перестаем это делать. 51. Они не понимают. Придем раздеть. Завершить. Это и есть папа с Гераклитом. Они не понимают. Как враждебное находится в согласии с собой. О, слушайте. Перевернутое соединение, гармония, как Лука и Лиры. Здесь тоже нужно пояснить. Вероятно, он имеет в виду вот эту тугую изогнутость. Как у Лука, так и Лиры. Закрепленностью вот в этом напряжении. Или натянутая. Натянутая. Тоже натянутая. Да, да, да. Но она же натянутая за счет чего? Вот это вот согнули. У Лиры, видимо, точно так же. Что-то согнули. Пере это. И там струны натянуты. Я так понимаю. В любом случае струна натянута. Если это чуть ли не единственный струнный инструмент в древней грепке древом, то это можно понять. То есть еще раз. Давайте прям возвращаемся и заново. Они не понимают, как враждебное находится в согласии с собой. А дальше двоеточие. Перевернутое соединение, как Лука и Лиры. В пире Платона есть такая цитата Гераклита. Единая, расходясь с самим собой, сходится, словно гармония Лука и Лиры. Или, другими словами, здесь же. Единая, враждуя с самим собой, ладит, словно гармония Лука и Лиры. Ну, надо сразу сказать, что вот это вот ладит, и вот это вот гармония, это еще и музыкальные термины. А Лира – это же инструмент Аполлона. А Лук – это инструмент Ареса, наверное, да? А, нет, Аполлона! 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 И Аполлон стреляет, и Артемида, и его сестра. А, не сестры, да. А, ну, а не близнецы? Ну, да, двойняшки, естественно. Почему двойняшки? Потому что не бывает разного пола близнецов. Они однояйцевые. То есть двойняшки, они разнояйцевые близнецы. А скажи, я тебя как медика спрошу, говорят, что последнее время близнецы, которой куча народилась, это икошные. Да? Стимулируют гормональное. И поэтому близнецы? Хорошо. Мы договорились. Теперь я успокоен. Все, я узнал. Самое важное, что я хотел узнать. Теперь можно спокойно читать гераклит. Я думаю, что это, возможно, еще одна игра слов, что они едины. И в этом еще смысле. Давайте посмотрим, что у Маркова про это единство. Они не понимают, как можно разноречить самому себе. Нифига себе, да? Разноречить самому себе. Противоречить самому себе. Да, согласие, взаимообратимая гармония, как у лука и лиры. Жила, струна, дальше напишешь. Из лука натянув, отпустив стрелу, мы стреляем. Струну мы стреляем, а на лире натянув, отпустив, мы играем. Ну, да. Кстати, я думаю, что лук звучит, да, когда-то? Я бы не сказал. Хотя, наверное, смотрят лук. Ну, я стрелял из спортивного, он звучал. Тут еще есть такой момент. Я не знаю, насколько он важен или нет. Что у лука, у него-то струны из сухожилия делают. Да. И у лиры, наверное, да, то я не уверен. Ой, я не знаю. А из чего они? Вряд ли из металла подгоделы. Да, из тонкого. Наверное. А сухожилия у греков это какая-то очень специфическая часть. Зевс. С которой заключена какая-то жизнь. То есть, ну, они, видимо, чисто медицински догадались, что сухожилия приводят в движение каким-то образом. Конечность? Ага, движение, движение. Ну, и как-то это связывали, скорее всего, с жизнью. Возможно, это опять же связано с вот этим гиосом, который лук. Что там же тоже сухожилия приводят в действие. И человека сухожилия приводят в действие. Причем понимание грехов не только в механическом плане, а еще и в каком-то... Вот-вот-вот. Проследим, да? Посмотрим у Платона, у Аристотеля, встретятся ли эти сухожилия в общественной жизни. Посмотрим. Но я в смысле не говорю, что да. Может быть. Тоже предположение такое. Ну, интересно. Интересно такая, да. Стоит закладочку здесь такую в уме в памяти сделать. Чтобы посмотреть. Хорошо. Читаем с самого начала. Еще раз. Вот это вот «они не понимают». Это прям вот пафос гераклитианский. Самый, наверное, смак его. Самая выжимка. Они не понимают. В смысле, они не понимают, я понимаю. Вот это вот вся фишка. Потому что я лучший. А они все называют меня темным. И на самом деле темными являются. Хорошо. Они не понимают, как враждебное находится в согласии с собой. Вот мне нравится здесь вот это «как». В смысле, он не говорит, они не понимают, что враждебное находится в согласии с собой. Он говорит, они не понимают «как», каким образом это происходит. И здесь стоит опять обратиться к аналогии струны. Которая за счет какого-то натянутости, за счет какого-то напряжения. Он показывает нам постоянно вот это, что это диалектика за счет напряжения. Ну, у Ницше сплошной гераклит, если что. И ребенок этот его, который после Льва, и вообще вот это все. Это чисто гераклитианский пафос гераклитианский. То есть, еще раз я что хочу сказать, что за окном сокол подтверждают мои слова, что вот это знаменитое диалектическое, ну, пускай будет так, согласие происходит за счет именно напряжения конфликтов, напряжения разностей. Без напряжения невозможно просто. Оно не просто так. Я говорю, жизнь вот такая, кто-то говорит, жизнь другая. Мы такие, мы взялись за руки и спели песню о дружбе. Так не работает. Тогда напряжения не будет, тогда ничего не произойдет. Дальше он пишет о перевернутом соединении. Это, я думаю, что такое. Это в смысле, что струны в музыкальном инструменте соединены по одному, а струна у лука по-другому соединения, что за перевернутое соединение? Что это такое вообще? Ну, здесь интересно, что по словам перевернут. Да, а у Маркова взаимообратимая гармония. Тут перевернутое соединение, там взаимообратимая гармония. И что одно может переходить в другое. Вот что-то тут... А вот смотрите, а если они не понимают как враждебное, если рассматривать враждебное по отношению, например, к нам, если условно мы считаем справедливостью одно, а враждебное к нам считает справедливостью другое, возникает конфликт. И они не понимают, как для них это может быть справедливостью, если, например, для нас вот эта справедливость, ну, на примере справедливости. И лук и лера, у них общая струна, ну, то есть справедливость, только используются по-разному. Используется по-разному эта струна. Ну, лук убивает. Да. И получается, что это согласие какое-то есть во всем этом. в разности. Прикольно, что правда. Слушайте, прикольно, что у Аполлона есть и лук и лера вообще-то. Если что. Аполлон Бильдерский, если я правильно помню, скульптура. Он там, его рука обрублена, но вообще он с луком шел изначально. И он, получается, находится в согласии с собой, да, Аполлона? Угу. Как он может и... Как он может насылать чуму, например, он может, да, и покровительствовать искусством, например. Как он может кожу с Марсио содрать, да, и при этом быть прекрасным? Вот он показывает, что может. Перевернутое соединение. А там в переводе согласие перевернутое, да? Взаимообратимая гармония или перевернутое соединение? Одно обращается в другое, взаимообратимое. Взаимообратимо пере... Пере... Переходящее обрубление. Перехождение такое, да, прихождение, превращение, взаимное превращение, переход, да. Ну да, как Бог может и посылать на народ вор. Угу. Топить его. Да. Топить его и одновременно давать жизнь. И любить его. Любить его. Как он может? Один и тот же. Мы аж из-за этого вынуждены дьявола себе придумать. Что? Который тоже, как и Бог, является причиной, да. Если что, мы указываем на него. Вот это черт, например. Все равно причина. Вижу. А Елена пишет, лук, стрела, смерть, лира, волна, звучание. Звучание – это жизнь. Звучание – это жизнь. Ну да, звук – это жизнь. В общем, слово здесь работает и как стрела, выпущенная из лука, да. Прямо одновременно. Одновременно. Одномоментно. Еще раз. Я хочу вот обратить наше внимание на вот это «как». Хорошо. Давайте посмотрим, что там у Маркова с этим «как». А «как» тоже самое. Они не понимают, как можно разноречить самому себе. Ну, разноречить. Про ангивалентность. Да. Каким образом она возможна, да. Получается, вот, возможно в этом, в цельности. Да, без расщепления. Как расщепление психики, да. Да. Такая очень примитивная. Угу. Все есть. А я вижу, Лен, я вижу, что ты подняла руку. Ты сказать что-то хочешь? Если что-то хочет кто-то сказать, просто включайте микрофон и говорите. Не ждите. Или это случайный значок. Не знаю. Едем дальше. А. Ладно. Сейчас, сейчас, сейчас. Тут еще раз, да. Вот я хочу этот лебедевский перевод, которому я, честно говоря, сильно больше доверяю. Вот эта история, да, как враждебное находится в согласии с собой. Оказывается, враждебное не только враждует и не только соглашается, но и с собой. Вот в чем прикол, да. Враждебное, враждебное себе, получается. И оно же согласное с собой. У Платона в пире же единое расходясь с собой сходится, словно гармония лука и лиры. Ну, я, кстати, не помню у Платона этого в пире. Прикольно. Когда будет, когда будем читать, а мы будем читать его, наверное, там весь, скорее всего. Надо будет посмотреть, тоже обратить внимание. то есть, вот это тоже интересная история. Это же история субъекта, фактически, да? То есть, ну... По-моему, в граффиру здесь как раз как полон. Гармония лука и лиры. Ну, так-то, да. Очень, очень... Очень сюда. Вражду я ладит. Вражду я ладит с собой. То есть, получается, когда я нахожусь во внутреннем конфликте с самим собой, в этот момент я и лажу с собой. Музыкальная музыка. Музыкальная музыка. Да, та же самая тема. Созвучит. Тема созвучит. Вражду это, например, ладит. Угу. 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 Диссонансы, консонансы. Вся эта история. Эта история, как бы, музыкальная мелодия, она, вообще-то, как бы, через конфликт примиряется с самой собой. Вообще, вот если так, да? Вот этот нарратив музыкальный брать. Даже Тома рассказывала про эту музыкальную диалектику Бетховен. Что Бетховен напрямую заимствовал идею Гегеля, что он прямо создавал музыкальную диалектику. Где через вражду в итоге приходит такое согласие. Такое драматичное очень. Хорошо. Друзья. Погнали дальше. Вот. Сейчас будет Митши. Или там, кто смотрел фильм «Космическая Одиссея» 2001-го, да, все время путем, или 11-го? Светлечок такой? Чего? Кого светлечок? Где светлечок? Не то. Там просто у сериала потом они снимали «Космическую Одиссею». Ладно. Не, не, не. Это самое. В конце «Космической Одиссеи» вот этот самый образ. Итак. Век – дитя играющее, кости бросающее, дитя на престоле. Другой перевод. Эон – ребенок, играющий в Пессою. Ребенку принадлежит царская власть. Смотрим Маркова. Это огромная проблема вообще античности. Сейчас ее озвучу. Только сначала прочитаю Маркова. Век – ребенок, играющий в шашки уже у него. Царство ребенка. Что, запах курева или что? Горелый. Слушай, да, глядит, пожалуйста. Ну, если это табак, то не страшно. Не табаком. Горим? Так, а вдруг мы не чувствуем, что мы в пожаре находимся? Ну, Гераклит, в принципе, нам сообщает, что мы находимся в пожаре. Мы назло всем буржуям мировой пожар раздуем. Что, Саша, долго нету, а? Какой-нибудь костер там видел, нет? Блин. Ну, давайте добавим тревожности и пойдем дальше. Еще раз. Век. А, да. Что у Маркова? Век. Все равно век. Что такое век? Кто бы знал, да? Ну, время. Я еще видел, встречал такой перевод, что время – это дитя, играющее в кости. А помните, когда один из анекдотов про Гераклита, что вот он якобы играл с детьми в кости. К нему пришли там эти самые эфесцы, говорят, что ты законотворчеством не занимаешься. Он говорит, да лучше вот я с этими буду играть. Здесь большая проблема. Будем… Ну, вроде ничего, да? Может, у кого-то на кухне чуть горит, да и все. Семочка подгорела. Логость подгорела. Античность. Детей не сильно принимали за таких существ разумных. Как бы это будущий человек, но не человек. То же самое у древних евреев, о котором Христос говорил. Я подозреваю, что… Ну, у меня есть две версии. Первая версия, он говорит, что вот это вот некая неразумность. Но странно в связи с логосом думать вот так, что это некая случайность, да? Дитя, играющее в кости. Слушайте, но это случайность, которая играет в случайность. Даже настолько, да? Как бы ничего не гарантировано, казалось бы. Но учитывая все его предыдущие высказывания про логос, здесь можно предположить, что, может быть, само время работает как вот то, что мы давно говорили, да, вот чего-то не понял, что для случайности есть, должно быть в логике предусмотрено место. Может быть, вот так. А вторая версия моя в том, что он пытается нам взорвать представление здесь. Так же, как это, скорее всего, делал Христос. Будьте как дети. Для древних евреев это вроде того, что, ну, полностью лишитесь разума, станьте сумасшедшими, безумными вообще. Будьте непредсказуемыми, что-то такое. И, может быть, он здесь имеет в виду что-то такое, вот, я не знаю. Ну, то есть, как бы некое, чтобы показать, что вот какая-то там, в этом хаосе существует какая-то логика. Громче. Я как раз хотел сказать, возможно, это притянуто за уши, а может быть, он имеет в виду что это кажется, дети играющие в кости, нам кажется, что это случайность, случайность, а на самом деле это все происходит по закону логерства. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Друзья, подождите. Все включено. Лена написала микрофон. Выключено тебя не слышу. Не, наверное, не-не-не-не, это все-все-все. Это я не в то время посмотрел. Друзья, чуть-чуть паники, извините. Мы еще умрем! Обязательно. Да, мне не нравится. Как сказала одна моя клиентка, может быть, я в конце передумаю. Он, возможно, имел в виду, что это нам кажется, вот это вот действие, когда дети играют в кости, что это абсолютно случайно и неразумно, а на самом деле это только кажется. А вот этот логос через вот это вот реализует свой закон, который на самом деле никакой не случайный. Да, и то, что нам кажется, это та самая история, это как мы гадаем о большем. Мы такие умные и нашей ограниченностью пытаемся понять большее. А там на самом деле все очень строго, для этого понятно. А еще про эон самого, да, древнегреческое. Век, эпоха, вечность, время жизни, поколение. Понятие древнегреческой философии, обозначающие течение жизни человека, жизненный путь. Но еще эон в древнегреческой мифологии и теокосмогонии, божество, персонификация всей длительности времени. Все время, да? Да. Ну, как божество. То есть речь идет вообще про время, про престоле. А, да, престол уже здесь есть. Да, это не просто дитя. Громче? Не просто дитя, дитя на престоле. Дитя на престоле. Для ребенка лежит царская власть. Угу. Ну, опять же, вот когда мы говорим про... Короче, уже очень глубокая фраза какая-то, да? Ребенок, которому принадлежит царская власть, для древнего грека это просто нереально, да? Туда садился человек на трон, когда он достигал какого-то определенного там положения там и так далее, да? Это непредставимо. Ну, в смысле, это глупость или бред. А здесь, ну, типа, он такой на команду, вот так скажет, да? Но это нам так кажется. Я так это понимаю. А это какое-то необыкновенное дитя. Или, опять же, если мы говорим про вечность, это всегда дитя. Бесконечное дитя. Дитя, которое живет там миллиарды-миллиарды лет. То есть время, с нашей точки зрения, непостижимо и абсолютно хаотично, а на самом деле это особенно не хаотично. Да. И события в нем вовсе никакой не хаос. Да, даже в выбросах костей есть какая-то закономерность. Ну, она нам не видна, нам не видна она, да? Слишком много составляющих, как бы, для нас много. Ну, вообще, видно, что интересно, если ты бросаешь одну кость, если это сферическая кость в вакууме, то у нее равновероятно. Что это за сферическая кость? Это... Это не кость уже. Это... Это... Такая приспоска. Отсылка на коня в вакууме. Имеется в виду, что у нас есть просто идеальная кость, и мы абстрагируемся от всех свойств, которые могут сделать ее не идеальной. Вот если мы ее бросаем, у нее, да, равновероятны выпадения какой-то грани. А если мы уже бросаем две кости или больше, и нас интересует сумма выпавшая. Ну, вот кости, они же размечены, там, 1, 2, 3, так, до 6. Вот если нас интересует сумма, то сумма уже, которая выпадает, не равновероятна. Есть суммы, которые с максимальной вероятностью выпадают и с минимальной. Если построить распределение вероятности, то есть суммы, которые выпадают больше. Потому что, например... Да, да, да. Ну, например, 8 может выпасть у тебя две четверки, может выпасть 2 и 6, может выпасть другая 2 и 6. То есть три кости бросаешь. Три шанса. Три шанса. Вот. А, например, чтобы три выпало у тебя... 1 и 7. Не бывает 1 и 7. А чтобы три выпало у тебя один шанс. Да. Угу. Потому что... Два шанса. 1-2, 1-2. Ты... Нет, ты три кости бросаешь. У тебя все единицы должны икать, чтобы получилось в три. Я три кости брошу? Ну да, ну же про три кости. Ааа. Ну, с чем это все? А еще, может быть, он говорит про историю вперед, что бег, ну, как дитя, то есть, ну, само длительность понимания, что еще много-много будет вперед, если говорить про время. Что... Вырастет дальше. Да. Ну, то есть, если вот у нас сейчас есть история, там, столько-то тысячелетий назад, то им вперед. Что, кстати, почти непредставимо, да? Все время кажется, что впереди почти ничего нет. История – это про то, то, что сзади. Ну, вот мне, например, очень трудно верить в будущее. Там как будто пропасть какая-то. История – это, скорее, про становление того, что сейчас. Того, что сейчас. Угу. И важно то, что происходит сейчас. Несмотря на вот эту вот скоротечность, да, и раз игра вроде бы случайно происходящая, но одновременно обладающая своей властью, ну, своим законом то, что происходит. Да, да, да. И в этом смысле то, что будет происходить, это будет происходить согласно закону. Хотя нам будет казаться, что... Даже как случайности игра. Да. Угу. Ну, опять же, здесь я опять забегу вперед и скажу, что да, что Гегель начинает исходить из диалектической логики и предсказывать, что будет далее. Ну, потому что вот есть определенный вектор. А еще, еще, я что думаю. Вот у него есть... А что такое престол? Да, вот дитя на престоле. Это ж тут интересная штука. Он же, получается, был рожден стать царем, но по какой-то причине отказался от этого. Там, я даже на днях слышал, что в счет какого-то друга своего, а не брата. Ну, это на самом деле не очень важно. Который также был претендентом на этот престол. Равный. То есть для него в этом смысле дитя на престоле это какая-то вообще-то личная история. То есть он по рождению должен был править эфиосом, но там вот эта революция произошла. Для него совершенно дурацкая, идиотская демократия там началась и так далее. Это раз. Второе. Дитя на престоле. Это нечто уже в самом себе противоречивое, да, получается. Это опять его противоречие. Одно противоречит другому и создается такая картина. Но, я думаю, вы прекрасно понимаете, легко можете себе представить, как позднейшие христиане, которые позже, лет так через 400 после него, говорили, это вот он говорил, Христос придел. Дитя на престоле. Ну это понятно. Тут христиан хлебом не корми. Корми их вином. Ну и хлебом тоже. И хлебом. Они хотят все. Но я все-таки думаю, что он рисует здесь какую-то картину. Сейчас я скажу. Он все-таки создает какой-то образ, который, помните, кто там раз-два были на манипуляциях. Это засеивание в бессознательное. Создаешь образ, который уже не забудешь. Просто словами говоришь его. Карл Витакер потом это делал. Наверное, у Герафиты научился. Говоришь, дитя на престоле. Все. Теперь дитя будет на престоле. Всегда. Так. Так. Пишут, что дитя, Лена пишет, не имеет умысла. А вот правящее дитя, если не имеет умысла, то оно правит чисто, что ли? Так получается? Хорошо. Пошли дальше. Здесь, я думаю, можно долго рассуждать, но понятно, за что его называют темным. Ребенку принадлежит царская власть. Сейчас. Ну, это же дословно. Он пишет. Эон, ребенок, играющий пессею. Ребенку принадлежит царская власть. Играющая. Век. Царская. Ну, вообще-то каждый ребенок играет в пессею. Но это была моя шутка. Поехали дальше, друзья. Самая смачная, наверное, фраза. Война, которая, полемус, отец всех вещей. Царь... Ой. Царь. Здесь написано отец всех. Царь всех. Одних она объявляет богами, других людьми. Одних творит рабами, других свободными. Сразу скажу, что полемус это мужского рода. У них война. Оттуда слово полемика, как вражда, как спор. Это то, что для Древней Греции является, в общем, культурной нормой. Особенно, конечно, в Афинах. Но, видимо, вообще для Древней Греции, видимо, это вовсе не демократическая культура. А просто культура вот этих вот так называемых свободных людей. Или господ. Господа друг с другом выясняют отношения с помощью полемики. Такая регламентированная вражда, которая одновременно дружба. И поэтому это мужского рода. Так же, как в европейских языках, смерть мужского рода, кстати. Поэтому для нас это не совсем понравится. Смерть мужского рода. Смерть мужского рода обычно. В европейских, в западных языках. Ну, там просто часто рода нет. Но у них вот в этих представлениях вечно какой-то мужик приходит. Даже в мультиках. Седьмая печать. Седьмая печать Бергмана, да. Или мультики даже вот в Гриффинах. У них там есть смерть. Один из героев. Это один из героев. Это мужчина. Он трахается с женщинами и сразу умирают там после этого. И так далее. Джим Керри играл смерть тоже там в каком-то шоу там своем. То есть смерть мужского рода. В представлении. У англосаксов, у германцев, у скандинавов. Смерть мужского рода. Что интересно у этих? У индейцев, у американцев, у женцев получается. Вот об этом я не знаю. У них же Санта Моэрта это баба. Санта Моэрта, точно. Точно, точно. Вот. Но. Вот. И я теперь вернусь. Война мужского рода. Для нас это... Кому война, кому мать родна для нас, да. А у них это вот... Потому что у нас война происходит от слова вина. Если что. Это родственные слова. А у них полемус это нечто вот такое. Совсем другое представление. Ага. То есть я даже не знаю как спор, да. Можно так сказать. На споре друг друга не убивают. Я не знаю как бы перевести на русский. Чтобы не словом война. Потому что не подходит для нас эта штука. Это... Вот как можно перевести? Конфликт. Скорее. Бой. Да. Но. Бой. Конфликт. Что-то такое. Да. Да. У нас в основном все эти распря, свара. Все такое. А как в природе другого? Да. То же самое будет. Ну. Я уверен, что то же самое. Потому что во всех переводах. Ну. Потому что для нас оно обладает абсолютно определенным значением. Тем самым. Которое вот у них. Да. Война отец всех. Царь всех. Одних богами назначит. Других людьми. Одних рабами сделает. Других свободными. Хорошо. Вот это интересно. Да. Что одних она объявляет богами. Других людьми. А про что это? Вот. Я вот даже если честно не совсем понимаю. Почему война делит на богов и людей? Ну. Может быть. Те, кто участвует. Те, кто распределяет. Их как на шахматной доске. Да. Я подумал про героев. Как будто бы они божественные. На богов и людей. Смотрите. Ладно. Вторую часть легче понять. Одна одних творит рабами. Других свободными. Понятно. Да. Что рабы. Мы с вами проходили. Они начались. Обовладение. Началось там, где началось земледелие. То есть война была за землю. А это значит, что военные пленники становятся рабами. Оттуда оно и пошло. В общем. Их есть куда применить. Кажется. Да. Съесть это такое. Более архаичное. Цивилизация. Да. Но. В общем. Это понятно. Что вот. Деление на рабов и господ. Потому что свободное. У греков. В плане. Господа. На. Деление на рабов и господ. Это вот. Это понятно. Оно происходит. Через конфликт. Через бой. Да. Через войну. Хорошо. А вот почему одних объявляют. Кстати. Ребенку принадлежит царская власть. А война. Полево. Соответствие. Царь. Ну. Так. И. Что. Ребенок. Как. Как. Конфликт. Что. Ну. Вообще. Если выйдешь на детскую площадку. Если бы эту детскую площадку не охраняли злые родители. Дети бьют по голове друг друга ногами. Сыплют песком. Там. Там жесть происходит. У Рая Брэдбери есть страшный рассказ. Детская площадка. Очень страшный рассказ. Как главный герой превращается в ребенка. И понимает какой ад ему сейчас предстоит пережить. Идет на детскую площадку. Но. Что важно. Давайте с самого начала. Полемос. Отец всех. Царь всех. Я когда читал это было отец всех вещей. То есть. Некое. Разделение. Различение. Да. Некое. Достаточно насильственное. Такое. Разрезание. Какого-то целого. Как и каких-то всех. Да. На. Две. Видимо. Принципиально несимметричные. Неравные части. Отец всех. Царь всех. Угу. А. Ни одних. Вон. Одновременно. Их отец. Их царь. Да. Хочешь разделить на. На. Рабов и Господь. Нет. Я хочу. Я хочу разделить вообще не так. Я хочу разделить на подобное и неподобное вообще-то. На тождественное и иное. То есть вот это внутреннее различие каждой вещи. Как будто сам логос. Является этим ножом. Или мечом. Война. 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 В прямом смысле у них отец богов. Потому что. Держало время. Титаномахия. Ну. Кстати. Да. Титаномахия. И стали боги. Богами. Кстати. Олимпийцы. Угу. Угу. Можно ли говорить о том, что второе предложение после одних творит богами, одних она объявляет богами и других людьми, одних творит рабами, вот эта вот часть одних творит рабами, других свободными, это уточнение первая часть. И тогда соотношение идёт боги-рабы, а люди свободными. Странновато. Ага. Одних она объявляет богами, одних творит рабами, других людьми, других свободными. То есть люди свободны, а боги на войне рабы людей. У него боги вообще какое-то странное место в космосе имеются. Вообще-то, да? Рабы Логоса. Ну, все рабы Логоса вообще-то, да? Но как будто бы у богов вообще никакого выбора нет. Они как будто не могут его постигнуть, они просто функция. Просто функция. Это боги, а боги, потому что они не могут. Угу. Ну а что, да? Вот есть Арис. Это вот как раз война. Это функция войны. Функция, я бы сказал, функция шагания. Если вдаваться в этимологию. Сейчас не вспомню. Не вспомню. Не вспомню. Да, у него там были спутники, да-да-да. Так же как у Хадеса спутники и так далее. Это вот такая экономика, божественная экономика, когда помощники держат. Ну а что? Есть Афродита. Это вот сексуальная связь. И так далее. Функции. Фактически. Функции. Просто, наверное, он, ну, я могу предположить, он, когда он говорит, что мы молимся статуям, и вот это дебилизм какой-то, что мы начали их олицетворять, персонифицировать. Я тогда не понимаю. Хорошо. Каким образом полемус разделил так, что боги как рабы? Допустим, это рабы как функции, там, хорошо. Да, все, поняли, да? И люди даже могут пользоваться этими функциями. Только мольба – это какая-то глупость с точки зрения Гераклита. Поклонение – это какая-то глупость, да, получается? Хорошо. Это мы поняли. Окей. А каким образом полемус разделил? Может быть, у людей есть возможность освободиться через полемус? Такой индийский взгляд, да? Да. А у мольбовов у них нет. Они всегда… Ну, я хочу… Я хочу… Я хочу… Хотя мне не очень нравится эта мысль, но я хочу адвокатом ее сейчас выступить, потому что есть огромное количество замечаний по поводу того, что Гераклит, судя по всему, уже очень был проникнут зороастризмом. А зороастризм, в общем, это калька с индуизма, только все перевернуто. А так все то же самое. А боги не могут умереть? Здесь это будет, у Гераклита это будет. Про смертность и про божественность. А смерть – это свобода? Это где написано? Какая написана? А… Ну, в смысле… Мне кажется… Я не уверен, что это уложится на Гераклита. Но смерть – это свобода. Там было, что смерть покажет нечто непредставимое. Да? Там было такое. Но про свободу там вроде не было. То есть полимас – это некое сражение. Я все еще не понимаю, как сражение может поделить, например, на богов и людей. Может быть речь об отце? Ну, боги, в смысле отец, война с отцом. У него такого вроде не перекликается с такого нигде. А, отец всех он пишет. Брадо пишет отец всех. Вероника пишет… Вероника пишет… Вероника пишет… «Ты станешь бессмертным». Ну, в каком-то смысле… Ну, ты же не станешь богом все равно. То есть в этом смысле… Я тоже думал про героев, но в этом смысле герои – они же… Они герои. Ну, в смысле они полубоги, но не боги в Древней Греции. «Кто мать?» – спрашивает Вероника. Да… Не знаю. Большой вопрос. Может, смерть для людей может поменять их роль? Сегодня герои, завтра рабы. А боги – заложники своей роли. Ну, вот… То, что боги – заложники своей роли – это да. А людей… Может быть, тогда не смерть для людей поменяет роль, а война в этом смысле, да, может поменять. Потому что они жили в то время, которое, как мне кажется, наконец-то возвращается у нас. Когда сегодня все было понятно, а завтра все будет совсем по-другому. Помните этот знаменитый случай про царя Креза? Или Крест, там по-разному. Знаменитая эта поговорка «богатый, как Крест». Он же с кем-то, не помню, Господи, с кем разговаривал, с каким-то мудрецом, чуть ли не с Фалесом, не уверен. И говорит, он его пригласил к себе, накормил, напоил, показал ему дикие свои богатства. Он был самый богатый вообще в этой греческой и средиземноморской акумине. И говорит, как ты думаешь, кто самый счастливый из людей? Ну так, напрашивается. Он говорит, да знаю одного рыбака, вот настолько гармоничная личность. Он там в бедной, в нищете живет, он очень счастлив. Мне кажется, это он. Как насчет меня? Он говорит, так ты ж пока что еще жив. Что тебе можно сказать? И через несколько лет как раз царь Ксеркс Персидский приходит. Крест ему сопротивляется. Ксеркс пленит Креза, его сыновей, и со всех по очереди сдирают кожу. И прежде чем Креза сдирают кожу, он говорит, ты был прав. Я только не помню, Фалес или кто-то еще. Ну то есть вот такая у них жизнь была. Вполне динамичная, я бы сказал. И в этом смысле опять, да, вот если этого Креза вспомнить, Полемас – отец всех. Он ставит как бы точки над «и», получается, расставляет. Ну, вы можете что угодно про себя думать. Но на самом деле… Сейчас мы посмотрим. Милиция приедет и разберется, кто из нас колок. Я бы даже сказал так. Это такой образ, вот у меня, по крайней мере, образ «возвращение государя». Вот тут был немножко бардак, но пришел царь и переназначил. Ты теперь министр культуры, ты теперь дворник и так далее. Что-то такое. Он говорит, ну как же так, это несправедливо. Не-не-не, я уже сказал. Что-то такое. Ну, как Полемас. Но, 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 если убрать социальный аспект, то, я думаю, этот Полемас пронизывает абсолютно все. По крайней мере, он точно пронизывает всю вот эту поэму Гераклита. Противоречие. Но все-таки середина фраз мне непонятна. Одних она объявляет богами, других – людьми. Ну, то есть, есть какие-то варианты прочтения. Ладно, хорошо, посмотрим, что Марков пишет на эту тему. Не очень мне нравится. Так, ой господи. Религиозный скандал. Наверное, мне нужно вслух что-то говорить, да? Ключом к пониманию отрывка должно стать различие, развлечение, между назначением, указанием и соделыванием, сотворением. То, что мы говорили про другой фрагмент. Назначение – это вопрос культа, в том числе для Гераклита. Кого из людей почитать в качестве бога, кого в качестве человека? Ага, из людей. Иначе говоря, в войне должен возникнуть монарх или монархи, или вожди, которых мы будем почитать как богов. А воины толп корыстных полководцев, предателей никуда не годятся. Как-то мне не нравится там толкование. Глагол «делать», «творить», хотя от него и произошла поэзия. А что там за слово, я что-то не помню. Аэт, что ли? Имеет в греческом языке довольно грубый смысл выпуска продукции, создания изделия, работы в мастерской. Похоже на демиургию, нет? Ситуация войны тогда понимается как мастерская, из которой выходит население, либо рабы, либо свободные. Либо война приведет к свободе греческих городов, либо все станут рабами. Я как чувство, я не хотел это читать. Мне не нравится это совершенно. Здесь, я абсолютно уверен, не социальный аспект. Социальный аспект только входит в один вот этот единый закон. У меня так представляется. Я думаю, Гераклит имеет в виду, что вообще вся жизнь обстоит таким образом. Может, он имеет в виду противоречия? Да, думаю, да. Но я не понимаю, почему одних делает богами других людьми. Это противоречие. Ну, неужели только в социальном смысле, что мы героев почитаем? Ну да, почитаем. До сих пор почитаем. Героев как божественное, что он уличный. Я думаю, как богов противоположны, как противоположность. А ну-ка, так-так. Что это противоположные понятия, человек и бог. Как, возможно, для них противоположные понятия раба и господина. Да. Так. Вот. И он акцентирует внимание на том, что, возможно, здесь опять игра слов, что есть, например, рабов создает война. И в то же время это же война противоречия между господами и рабами. Оно же сохраняется. И оно в том числе делает это противоречие рабами и господами. И людей и богов делает богами и людьми то, что они разные. Есть некое противоречие. Есть некое противоречие. То есть человек – это не бог. А бог – это не человек. Это не человек. Да. Причем то, что ты говоришь, у Гераклита прямо так и будет. Угу. Ну и все единое одновременно. И одновременно? Единое. И человек, и бог. Да. Единое разделенное. Ну, Гераклит, очевидно, божественный. Он же воспроизводит или воспроизводит логос. Хорошо, хорошо. То есть противоречие. Угу. Хорошо. Там дальше будет красиво. Я просто не хочу спойлер кидать. Тогда идем дальше. 54. Тайная гармония лучше явной. Скрытая гармония лучше явной. Ну, понятно. Ну, тайная, скрытая. Потайная. Потаемная. В скрытой гармонии есть противоречие, есть местное противоречие. Ага. А в явной гармонии, возможно, есть попытка снять это противоречие. Отменить. Отключить. Отменить. Исключить противоречие. Ну, как показная гармония. Ну, шут. Элиминировать. Явно это. Как гармония явной. Как гармония явной. Как сказано? Хинди-русиш-пхай-пхай. Ну, такое. Не? Не помнишь, в советское время это было? Ну, индусы и русские вместе. Ну, пролетарии всех стран соединяются. Ну, конечно, давайте. Ну, если так. Это явная гармония. А на какой основе будем соединяться? Против буржуев. Ну, так понятно. Так уже ясно. Когда мы убьем буржуев, чем мы займемся? Явная гармония. Возьми музыкальному. Там же есть. Противоречивается. Противоречивается. Тогда, когда, ой, явная. Оно даже открыто. Одно и то же или что? Да. А, кстати, вот интересно про музыку. Это интересная тема. Вот ты слушаешь, когда на созвучиях она. Например, вот мы сейчас с Томой по лифонию проходим. Непонятно почему, но сердце прямо терзает. Вот я играл. Слушай, ты говоришь, светлая грусть. Как-то это. А думаешь, а почему? Ну, это неявно как-то. Вот знаешь, вот как вкрадывается эта штука. Вот я тут больше не могу сказать пока, да? Потому что я просто совершенно в этом про фан все еще. Но вот там нет этой явной гармонии. Она просто каким-то образом. И ты такой, как так? Да, конечно, коряво я произвел пример. Сейчас я попробую про другое что-нибудь сказать. Может быть, явная гармония есть неразличимость? Когда мы говорим гармония, мы подразумеваем согласие, да? Там есть неразличенность. Слушайте, это ответ Пармениду, мне кажется. Бытие неразличенно, неразделимо, цельно, сферически. Красота потрясающая. Имеет форму шара. Имеет форму шара. И не к чему придраться. Гладкое бытие. Прямо... Хочется хорькануть, чтобы как-то нарушить эту явную гармонию. Мнение. Да, ляпнуть. Прямо даже как-то мем напрашивается. Блестящее это бытие за ляпано мнением. Ага. А, например, пришли мы на какие-то дебаты, подготовленных, вполне подкованных в этом господ. Те начинают сраться. И в этом есть гармония какая-то. Они ссорятся. Они не принимают положение друг друга. Но принимают. Вынуждены отвечать на них. И к чему-то приходят. А гармония это когда все на своих местах? Да. Все расставлено по местам. Я здесь хочу такой пример привести. Но я не уверен, что вы смотрели этот фильм. Есть такая вещь как детская мультипликация. Дисней. Все заканчивается свадьбой. Все торжествуют. Поют. Колокола звучат. Или советские кукольные мультфильмы. Я не знаю, есть ли хоть один человек, который любит это. Очень плохо двигающийся цыпленок и медвежонок. И там кто-нибудь котик становится в круг и поет песню про дружбу в конце. Это явная гармония. Нас учат. Понятно, ребенка программируют. Форматируют. А есть, на мой взгляд, потрясающий фильм «Там, где живут чудовища». Смотрел? Да? Помнишь? Про мальчишку, да? Вот этого. Мальчишка ссорится с мамой. Садится в лодку парусную. Он идет на этой лодке до какого-то берега, а там живут чудовища натуральные. И он с ними как-то начинает пытаться как-то дружить. И они как-то дружат. Одна чудовищная баба его проглотила. Потом в слюнях вытащила из себя. Вечно он с кем-то ссорится. Другому парню чудовищному они оторвали руку во время какого-то игры. Он обиделся на них. И в конце концов он вроде ссорился с ними, а ему надо домой. И он уезжает и прощается с ними. Мы смотрим, ничего не разрешено. Там не разрешен конфликт. Какая-то тонко уловимая гармония во всем этом есть. В общем, он как-то повзрослел через это все. И он возвращается домой к маме в конце. С которой он поссорился. Вот как-то на очень тонком уровне. И это, конечно, не очень корректно то, что я про Гераклита сейчас говорю. Но в этом есть какая-то доза реальности, что ли. По крайней мере, в этом финале. Я помню, что я этот финал пересматривал много раз, потому что он меня прям потряс. Они не вылечивают, создатели фильма не вылечивают раны зрителя в конце этого мультика. У них даже цели такой нет. Они вполне нормально относятся к недоскаженности. Ну, как бы вот что-то произошло. Так, что у нас там написали. Так, значит, сначала Веронику читаю. Если брать цвета, то есть гармония контрастная зеленый-красный, есть гармония моно, один цвет разных оттенков или нюансные, близкие цвета? Один цвет, как у него может быть гармония? Ну, оттенки, но только не один, все-таки не один, а оттенки. Есть, да, есть такой пример, когда один цвет на разное, допустим, либо по светлоте, либо по тональности. Это светлота, это тональности. Да, вот по тональности, да. То есть, когда используют, например, одну картину, в одном цвете пишут, и выглядит гармонично, просто по тональности. И выглядит это гармонично. Монохромно, да. А есть гармония, да, в композиции за счет конфликтов. Бывает за счет конфликта, например, маленькое и большое, контрастные цвета, а бывает... Ты рассуждаешь как статуралист сейчас, кстати. И это не хорошо, не плохо, просто отмечаю. Как статуралист. Композиция не только на этом, да, держится. Там иногда бывает просто непонятно за счет чего. Бывает прям так, нарушены все законы композиции, прям нарушены. Черт возьми, гармонично. Но обычно они знают, те, кто это сделал, они обычно знают эти законы. Тарантино, например, его фильмы, нарушены все законы композиции, в итоге гармонично. Да, но он знал, что он делал. Он знал, он прям знал, что он делал. Он вплетает сюда ожидания зрителя и нарушает его. Он в конфликт с этим заходит. Палемус. 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 Отец. 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 Маг Guiyan. И говорит, сражайтесь. Победит. Сильнейший. Оп, пойдем. Отец. 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 Это явно гармонично. Отец. Тихо. Ужас. Отец. Отец. Фаз не может работать нигде нормально. Ас? а не может противоречит себе я думал команда настя пишет такой-то странный фильм где живут чудовище совершенно необъяснимо он тебе нравится в чем необъяснимо но понятно объяснение понятность это разные вещи хорошо ну в общем плюс-минус плюс-минус вот так вот да что тайна гармония лучше явно ладно идем дальше наверное парочку рассмотрим и все на сегодня у меня мозг варится уже прямо вскипает 55 что можно видеть слышать узнать то я предпочитаю тайна гармония лучше явно нам нужен альтернативный перевод о господи пруст какой-то когда для чего секунду да я вспомнил какой другой перевод я читал значит марков для чего зрение слух так секунду для чего зрение слух тире обучение все это я предпочитаю я вспомнил это высказывание да я вычитал в другом случае я даже не знаю чей перевод тогда я читал когда учил гераклита и писал по нему работу он в общем пишет в одном высказывании так глаза и уши плохие помощники если душа варварская мы не проходили еще это да ну будет значит понятно да то есть глаза и уши в общем вполне оказывается например они создают два канала для теории глаза и уши теория только на этом работа на этих двух предпосылок а с другой стороны если я буду пялиться и не видеть слушать и не слышать если я буду как варвар то ничего хорошего не приведет и вот здесь он пишет а это другое высказывание видимо параллельно так можно его что можно видеть слышать узнать то я предпочитаю конечно странновато это потому что у маркова там тирея здесь все через запятую конечно непонятно как с этим ведь ну что я могу человек обидеть слышать и узнать нежели например обсуждать какие-то свои догадки да это может быть или слухи да если я сам вижу там вот марков пишет что гераклит говорит что да что это надо типа использовать но надо из этого знания добывать а просто подчиняться непосредственному восприятию типа наивные глупы можем пропустить и дальше пойти и сделать ведь что мы поняли нет даже сказать ну ясно все понятно что там дальше хорошо дальше красиво ну в смысле смачно не красиво а смачно за что мы любим гераклита профессора правда что чайковский был геем да но любим его не только за 56 люди были обмануты явлениями да как будто бы то же самое подобно гомеру даром что тот был мудрее всех эллинов ведь его обманули дети убившие убивавшие в шее загадав что видали да поймали того нам поубавилось чего не видали не поймали того нам в прибыток а ну судя по тому что гомер был слепой дети могли загадать ему какую-то загадку ответ на который он просто не увидит из-за этого он будет введен заблуждение может быть действительно это продолжение предыдущей фразы то есть у него нет он как бы момента проверить что-то удостовериться еще раз люди были обмануты явлениями на эту тему чуть чуть позже нам с вами соотечественник у рождение с калининграда эммануил кант скажет есть феномен явление а есть ноумен вещь в себе вот нам надо различать мне кажется что оговорка даром что он был мудрее всех эллинов какая-то очень важна я слышал что на экзамене лосева знаете как обманывали он из-за того что посидел в гулагах в итоге можно когда был преподавателем там где он чуть ли не у нас лет под конец жизни и принимал таким образом экзамены и студенты прям притаскивали на экзамены учебники в которых все страницы были мокрые и они перелистывали он не слышал хитрецы хитрецы мануле мудреца нет суденческому совершенству давайте посмотрим альтернативный перевод люди обманываются явлениями подобно гомеру который был мудрейшим из всех греков но которого дети опять дети кстати да вот этого хаотичное начало то есть не мудрая не неопытная дети в шее убивавшие мелочь такая недостойная гомера обманули сказав что увидели и схватили того у нас нет а что не увидели не схватили то носим слушайте вот эта загадка мне что-то вообще про эдипа напоминает да и там тоже был слепой один пример будущее эдипа это была слепота тут как-то вот что-то перекликает как рифма такая интересная что увидели и схватили того у нас тоже явление да вот оно здесь все понятно того у нас нет все ясно вот мы предыдущие все ясно да 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 все ясно мы увидели схватили у нас этого нет ясно что мы схватили его а что не увидели не схватили то носим на мой взгляд пошлейшее объяснение маркова не мундир а с кристалли лапать не мундир ну русская видимо загадка не мундир а с кристалли это лапать в смысле переплетенный ну гомер пытаясь видеть существенные свойства не мог смириться с их отрицанием исчезновением экзистенциальным небытием у него все есть и всему да а значит гомер не смог постичь борьбу противоположности служить нет ну я так не могу готов уже эту вкладку закройте какой-то просто на твердую пятерочку марков работа действительно что увидели и схватили того у нас нет даже про феномен это в проявлении а слова кстати греческая феномен добрый чак договор а мне вот это еще 2 нравится часть поговорки что не увидели и не схватили то носим будто бы она вот она здесь а ну-ка давайте еще раз посмотрим а другой перевод чего не видали и не поймали того нам в прибыток мне нравится вот этот период конечно я все-таки склонен здесь к лебедеву склоняться что видали да поймали того нам поубавилось но правда если мы что-либо объяснили что у нас есть какие-то шиномены неважно даже какие-то себя объяснили у нас произошло какое-то успокоение а понимание ноль да но мы перестаем задумываться за 1 мы перестаем напрягаться по этому поводу мы просто теряем таким образом а дальше чего не видали и не поймали того нам в прибыток ты помнишь как философский кружок давно мы вели там таксист приходил который говорит а зачем вы тревожитесь и подумайте что можно не тревожиться неплохо и все того у нас нет может быть есть смысл в том что если мы допустим мы пытаемся что-то познать если мы что-то выхватывает мы обречены к тому что у нас в руках только частная остается частная это что мы не можем всеобщее таким и его у нас нет в итоге а с другой стороны вот когда мы не видали не поймали вот это я пытаюсь а если мы абстрагируемся от частных проявлений будем постигать всеобщее ну например мы скажем стол это стол но не будем рассказывать вычленять его функции характеристики форму размеры чего там до материал цель назначения а просто скажу вообще а просто мы скажем стол это стол то есть мы не поймаем его в этом смысле мы его не поймаем вообще вода это вода это не аж а если будет конкретный стол то мы уже поймаем его стол вот он и все он уже конкретный стол он уже не стол вообще хорошо это более-менее тогда но как то есть какое-то там прощупывание а вот это интересно люди были обмануты явлениями подобно гомеро это какое-то мудрствование слепое мудрствование обмануты явления подобно слепым вот пословица за деревьями не видит лес обман ловят явлениями как единичными что они на конкретное явление обращают внимание они на все они видят одного как у него других его в целом одного в смысле ни одного во всем во всем одном а как смерть он просмерт на самом деле много говорит он обмануты явлениями подобно слепым он ранее выше говорил о том что все наоборот по смерти да 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 по смерти жизни и здесь дети убивавшие шею то есть получается что он слепой он не видит саму смерть как явление и думает что то что поймали но поубавилось наоборот представление здесь же сама суть загадки то что поймали нам не прибыль а наоборот в убыль потому что они убивают этих шеи а то что вы не поймали то прибавилось ну я не все еще не понимаю про смерть то есть убивание в шее понятно но я здесь вижу скорее про объяснение любое объяснение которое я делаю она убивает ну нифига там объяснение смерти вот и сейчас злишься за твоей проекции манипулируешься убита возможность этот это вот понятно объяснение убивает это я по крайней мере здесь понимаю про слепоту вспомнил эту шутку три слона в темной комнате решили узнать что такое человек один потрогал ногой сказал это это лепешка двое других потрогали и согласились трогательный тронутость слону а еще может быть он же товарищ был такой язвитель язвительно саркастический и вот это вот не видали и не поймали может быть про вот это все что небытия нет явление проявления которые которые не видно поэтому и опануты потому что слепые в смысле как ты можешь говорить что ничто не существует если ты опираешься на нечто чтобы это говорить ты не на то опираешься да 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 ну то есть даже гомер так как был слепой он не видит что они играют он не может он не может догадать эту загадку интересно этот 56 пункт это выдать как критику позитивизма фактически чего эксперимент позитивизм он же как работает чего эксперимент не подтверждает того мы не считаем что оно есть ну как бы так да мы не считаем что это есть но при этом здесь очень серьезная логическая ловушка ну и поэтому то есть получается явленное ну типа вот оно существует и есть а неявленное его нет неявленного нет да как оно может существовать если я его не то что не то что если никто его не может видеть видали да поймали того нам по убавилась не видали не поймали того на в прибыток но я начинаю соглашаться с тобой насчет смерти смысле насчет не что чего не видали не поймали то нам в прибыток вот не что пронизывает что шутка про хайдеггера смотри это видео есть не чё а есть чё чё такое чё это чё то а не чё там очень смешное видео которое длится где-то минуту это минута просто дикого хоха и оно настолько точно хайдеггер вот прямо схвачено здесь там видео прямо с хайдеггером но озвучивает какой-то очень пьяный придурок это настолько смачно есть чё и не чё так вот если ну чё я чё если этот ракурс взять то есть люди которые смотрят только на чё они как слепцы вроде бы мудрецы вроде мудрецы но их дети даже могут обмануть которые зададут загадку про ничего а те подумают что ничего это ничего и значит не обратят на это внимание давайте на этом смачном фрагменте остановимся у нас 56 мы всего лишь 10 разобрали или 11 56 тогда 45 и сейчас 56 давайте останавливаться сейчас посмотрим ну всё да друзья большое спасибо тогда в следующий раз мы не готовим ничего про восточную гераклит на 56 отрезки господь называется фрагменте афоризме тогда в следующий раз мы все еще читаем гераклита мы не спешим восточная культура подождет она не будет да большое спасибо друзья за ваши сердечки тук-тук-тук-тук да да вижу вижу потому что это самое смачное что может быть вот если она помыта а я чего хотел сказать я чего хотел сказать надо вот что число я хотел назвать на этом надо оборвать запись 18 числа у нас гераклит а тогда наверное 25 числа скорее всего мы будем заниматься восточной философией всем спасибо отдельное спасибо тем кто не оставил меня незамечен ничего все друзья пока спасибо